Лес под Геленджиком огонь охватил в воскресенье утром. Первый сигнал о возгорании в районе скалы Парус спасатели получили в половине одиннадцатого и тут же отправились на место. Но добраться к очагу пламени оказалось непросто. Сложный рельеф и отсутствие подъездных путей затруднили работу пожарных. Ветер стремительно разносил огонь и уже через несколько часов горело 22 гектара леса. Очень крутой склон 45 градусов и сильный ветер северо-западный, который крутит и горит лесная постилка, переходящая иногда в верховой пожар. Бороться со стихией начали и с воздуха. Огонь тушили авиации МЧС. С неба спасатели сбросили несколько тысяч тонн воды. Экстренно на место пожара вылетел руководитель региона. Поврежденные территории Вениамин Кондратьев сначала осмотрел с высоты, после пообщался с главой Геленджика Виктором Хрестиным и с пожарными. Главный вопрос, который интересовал исполняющего обязанности губернатора, есть ли угроза домам местных жителей. Спасатели заверили, огонь от населенных пунктов отвели, а чтобы локализовать очаг возгорания понадобится несколько часов. Точная причина, почему загорелся лес, пока еще не установлена, но версии уже есть. Глава региона распорядился увеличить число патрулей, при этом не только на время тушения пожара. Проверять маршруты отдыха туристов важно до конца курортного сезона. Системный какой-то подход все равно должен быть. Давайте патрули пусть не стоят, а мониторят раз в час, допустим, вопленный маршрутом, открывая первичный очаг возгорания. Все. Надо найти график и отчет когда увидят, как эти патрули будут ходить. Увеличим количество рейдов и проходов мониторинга территории. Тогда увеличим. Увеличим. У вас и две недели еще активной жары и ветром. Поэтому давайте максимально здесь набегаем. Борьба с огнем не прекращалась и ночью. Спустя сутки площадь пожара увеличилась до 85 гектаров. Ситуацию под контроль взял и глава МЧС России Владимир Пучков. Ночью он также вылетел в Геленджик. Вместе с руководителем края они еще раз обследовали территорию. Сейчас режим ЧС еще сохраняется. Однако угрозы для жизни и здоровья местных жителей и отдыхающих нет. Работать спасатели будут до полной ликвидации пожара. Продолжение следует...